А вот с вами Юлик, мы смотрим Эта жизнь, ролик называется Мой отчим установил скрытую камеру в моей спальне и выкладывает эти видео в интернет Мне скидывали скрины из этого видео, там опять есть я И у меня вопрос к аниматорам, почему вы меня добавляете во всякую извращенную хуйню? Добавляйте меня в прикольные выпуски Эта жизнь, где там мой крутой парень, такой смелый, что спас кошку Сделайте этого парня в конче за 500 Или там не знаю, учитель из нашей школы придумал лекарство от рака и у него худи, там сексуальное давление Почему бы вот так не сделать? Но это уже вопрос не к аниматорам, а к сценаристам Давайте смотреть, но перед тем как мы начнем, хочу напомнить вам о своих хороших друзьях OneX У них высокая надежность, широкая линия и сейчас пока не происходит никаких событий в спорте У них что-то да происходит, есть UFC, есть киберспорт Поэтому не забывайте про вот это, с помощью этого вы можете получить до 6500 бонусных рублей вся дополнительная информация в закрепе Меня зовут Джейн, я хочу поговорить с вами Я ношу чокеры, кроп-топы и короткие юбки Удивительно, что отчим поставил камеру в моей спальне Об очень деликатной и даже щекотливой теме Мне неудобно об этом рассказывать, но вам нужно знать, как вести себя в подобной ситуации Мне неудобно об этом рассказывать, но я люблю анал Да, девчонки, это редкость, я люблю она Мне 15, хочу в передачу беременна в 16, поэтому пока терплю, делаю аборты до 16 На видео со мной и моим парнем О, 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 вот он Появилась в интернете Мне было невероятно стыдно, но я смогла выйти из этой ситуации победительницей Мне было 18 лет, я заканчивала школу и понятия не имела, что делать дальше Я очень хотела поступить в колледж, но не могла себе Пойти на Бангокамс или на Чатурбэ, даже не знаю, куда же пойти, может на Порнохаб создать канал? Мы жили вдвоем с мамой и ее заработка едва хватало на нормальное существование Она была официанткой и ей бы пришлось трудиться до конца своих дней, чтобы накопить такую сумму Честно говоря, я думала, что меня ждет судьба моей матери Я готовилась надеть фартук и принимать заказы от клиентов Но внезапно мама сообщила мне прекрасную новость Вот уже некоторое время за ней... Я продала тебя мужику! Он вроде как еще и во мне заинтересован, поэтому он поживет с нами Ну типа отчимом тебя будет, но как бы все, ты продана Владелец ресторана, в котором она работала И это не был мимолетный роман Маме удалось влюбить Мразь-паскуда в патриархальном мразотном режиме Надавил на работницу мразотно, чтобы мразотно затащить ее в постель Спермобак вонючий, ты мразотный мразь Этого мужчину в себя, и через несколько месяцев он сделал ей предложение Ого, это было по-настоящему Она в видеоблоге снимает, видите, у нее камера У нее там что-то мигает Отличная новость, которая должна быть... Сука, глупая, видели? Все размыто, у нее просто фокус не настроен О, видите? Нихера не видно Камера в фокусе, а картинка в расфокусе Я понимаю, там, если бы камера стояла ближе И камера была в расфокусе, тогда было бы понятно Но камера в фокусе, вы видите это? Даже ебаный дом на горизонте в фокусе, все в фокусе Но лицо ее не в фокусе Плохой ты видеоблогер Это была по-настоящему отличная новость Которая должна была полностью изменить нашу жизнь У мамы с ее парнем была красивая свадьба А потом мы переехали в юг Охренеть, вы видите, когда она открывает рот, у нее губы пропадают То есть, они у нее есть, но когда она говорит, их нет Наши проблемы с деньгами были решены И самое главное, отчим согласился оплатить мою учебу в... Ну и слава богу, на этом конец этой грустной истории Так начался самый классный период в моей жизни Ой, как же весело мне было в колледже Я хотела компенсировать все годы проведенные... Я не ходу на вечеринки, это не я Это не я, это просто человек Да, у него примерно такой же тип волос Да, у него худи чем-то напоминает конч за 500 Но это не конч за 500 Что-то другое Вот что вы во все подряд верите Это просто совпадение Просто банальное совпадение Как и раньше было, когда нарисовали Типа меня и Кузьму, маму отличника С ее мужиком Это все череда случайностей Просто этих мультиков так много Что там все есть Если вы покопаетесь, вы и себя найдете Они, конечно, не такие крутые, как жизнь с подливой Ссылочку на которую вы найдете в описании Но они тоже неплохие, их много Отрывалась с удвоенной силой Кроме того, у меня появились время и деньги на себя И, наверное, впервые в жизни я поняла, что красиво В смысле, я превратилась из скромной бедной девушки В привлекательную и полную энергии молодую женщину На меня стали обращать внимание парни И я этим воспользовалась Не хочу хвастаться, но я встречалась с тремя парнями Одновременно Кто улыбается, чтобы было видно два ряда зубов Это... Давай встречаться И мне это очень нравилось Особенно с того момента, как я начала жить в доме отчима Ведь у меня впервые в жизни появилась собственная комната А это давало мне определенную свободу В основном я использовала свое личное... Ну ладно, да, это конч за 500 Я приводила ребят домой, когда... Так она потаскушка! Она разных парней к себе водит Да, я не хотела, чтобы другие знали, чем мы там занимаемся Вы там сексом занимаетесь? Каждый после одного из таких свиданий мой парень обнаруж... Слушай, это... Это гоупроха Это гоупроха И она подключена к проводу, которая уходит в стену Да, это камера Я видеоблогер разбираюсь Это точно камера Хуйня какая-то Все увидят мой микропенис В моей комнате странный предмет Вот мы и подошли к неприятной части этой истории Наконец-то Я была в комнате с парнем Он одевался и собирался уходить Она даже не скрывает Да, я чпехкалась со всеми подряд Вот с этим белобрысом С тем, у кого вместо волос водоросли еще там кто-то был По-моему, были собаки даже иногда, ослы Кто-то заметил на книжной полке Он просунул туда руку и достал маленькую вещицу Жесть Взглянув на нее поближе, я поняла, что это крошечная камера Я почувствовала себя в шпионском фильме, где Джеймс Бонд хотел за кем-то проследить Боже, в тот момент я чуть с ума не сошла Кто-то следил за мной все это время И этот кто-то видел все, что я делала И чтобы вы понимали, в своей комнате я делала вовсе не уроки Я начала прокручивать Да, да, мы понимаем, можешь не уточнять Можешь не уточнять, по тебе все видно Пиан, ты кто мог это сделать И пришла к выводу, что это должно быть один из моих парней Дело в том, что все они были довольно ревнивыми Глупость какая Я живу в комнате дома своего отчима, который очень богат Кто же поставил камеру, кто же поставил камеру, кто имел доступ к комнате 24 на 7 Наверное, один из парней Я решила, что один из них Они разве что в вагину тебе камеру могли установить, а эту камеру точно отчим поставил И установил камеру, пока я была чем-то занята Но это не только нечестно и неэтично, но и противозаконно Поэтому я решила прижать обидчика Я не знала, записывает ли камера звук Поэтому написала на бумажке Я отнесу эту камеру в полицию Если не хочешь проблем, позвони мне И поставила ее перед объективом С того момента прошло... А камера просто выключена Просто старая GoPro без батарейки даже Но мне никто не позвонил Все подозреваемые продолжали со мной общаться Словно ничего не произошло Но внезапно отчим попросил меня поговорить с ним о чем-то важном Наедине Представляете мое удивление, когда он призвал меня не идти в полицию И никому не рассказывать о камере Особенно маме О боже, это был он Какого черта? Он записывал, как его пачерица занималась... Саксон, скажи это слово, дрянь Скажи это слово секс Секс БААААААА ТРОХУ ВОГИНА ХЕХХХХХХХ... ЧЛены Хорошо Со своими парнями все это время Невероятно И сколько записей он уже сделал Я страшно разозлилась, и начала кричать, что все расскажу маме Но он попросил меня этого не делать И сказал, что хочет сохранить... Слушай, давай сохраним это в секрете, потому что filthypatcheretsa.com это сейчас один из самых быстро растущих порно-сайтов, ты просто мне весь бизнес порушишь. Я готов отдать тебе 2,7% с прибыли, окей? Пожмем руки, давай. Пожми руку, пожми руку. Все, мы договорились. И знаешь, что еще? Ты бы почаще парней меняла, а то эти уже всем надоели. ... и подумала, что смогу использовать это в своих интересах. У меня появилась отличная возможность для шантажа. Ааа, как интересно, как интересно. То есть, все, что она говорила, что это незаконно, что это страшно, что ее снимают, это все неважно стало, потому что она теперь это использует как способ для шантажа, для выгоды личной. Это как-то обесценивает все, что она говорила. Это когда, я даже не могу лучше примеры придумать, вас снимают голым, выкладывают, и потом говорят, не рассказывай нашей маме. И ты такая, ладно, ладно, мне похуй, что меня видят голые, как я ебусь, как мне заправляют за щеку. Мне абсолютно поебать. Я вот была гордой до этого момента, но сейчас я поняла, что могу из этого получить выгоду. Я уже не хочу справедливости, не хочу, чтобы об этом узнала мать, и мы съехали от тебя, потому что ты богатый, а деньги для меня важны. Деньги! Я хочу деньги! Так что давай, давай. У меня нет никакого самоуважения. Так что с тех пор отчим начал ежемесячно платить мне за молчание значительную сумму. Да, и продолжать пользоваться роликами, где ты занимаешься сексом, и может быть даже снимать еще новое. Это называется работа. Работа вебкам-моделью, работа пор... Нет, не вебкам-моделью, порноактрисой, да. Очень странно. И хотя мне было немного стыдно, сделка меня устраивала. Теперь я была богата, и могла позволить себе все, что захочу. Пока все сидят на карантине, в магазине VSRap скидки по промокоду каникулы. Конч за 500, сексуальное давление, жизнь это лава, по ссылке в описании. Мне только нужно было найти новое место для свиданий. Моя жизнь была беззаботной и счастливой примерно месяц. Я даже свозила своего парня к океану, и отлично провела там время, потому что у меня было достаточно денег. Но потом отчим захотел снова поговорить со мной и обсудить наше соглашение. Он сказал, что ему не нравится нынешнее положение вещей. Ведь он ожидал, что я продолжу приводить домой парней, а он будет нас записывать. Слушай, ты что-то не понимаешь, это нихуя не приносит денег. Бабки, где бабки? Нам нужны бабки, дрочилы подписались, там 20 долларов в месяц. Ты что, давай выпускай контент. И стал это делать, он больше не хотел мне платить. О боже, он действительно был извращенцем. И он считал, что его деньги... Он был бизнесменом. Да, он выбрал довольно странный способ зарабатывать, без согласия своей. Приемной дочери, это, это незаконно, но он бизнесмен, предприниматель, выручает деньги. Дают ему право делать штук. Он такой козел вообще, он извращенец. Вот, вот когда он деньги мне платил, за то, вот за эти видео, что я там ебалась, вот это вот все снятое, вот тогда он не был извращенцем. Но теперь он хочет, чтобы я новое снимал, вот, вот теперь он извращенец. Да ты шлюха, ты шлюха. Я всегда шучу про персонажей, это жизнь, там что-то придумываю, но тут согласитесь, она меркантильная потаскуха, ее, как по-другому назвать, самоуважающий себя человек в такой ситуации просто бы скандал устроил, обратился в полицию, всячески прекратил общение с этим человеком, а она просто наплевала. Ей больше 18. Она взрослый, самостоятельный человек. И она просто наплевала, ей плевать. Похуй, главное деньги давай. Ты любишь мою маму? Любишь ее? Буду использовать твой страх потерять ее, чтобы заработать и съездить на острова какие-нибудь. Невозможно ей сопереживать в этой ситуации, можно только порицать. Не, я его ни в коем случае не выгораживаю, он тоже мудак, но она шлюха в самом плохом понимании этого слова. Причем еще и глупая. Страшный скандал. Я кричала и оскорбляла его. И самое главное, я все рассказала маме. Однако ее реакция... Какая ты сука, какая ты сука. Что? Перестанешь давать деньги? Мама, 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 я все расскажу маме. Она была для меня неожиданностью. Она мне не поверила и заявила, что я все придумала, чтобы спровоцировать семейную ссору. Моя собственная мать мне не верила. Как такое вообще возможно? Как такое вообще возможно? В свете того, что я сказал про нее, скорее всего, это правда. И мама знает свою дочку как человека плохого, непостоянного и меркантильного. И, скорее всего, она и не поверила. Но потом я поняла, что в этой ситуации было не так. Мама просто не хотела терять финансовую поддержку моего отчима. Как и ты! Как и ты! Тогда я решила взять камеру, украсть ноутбук отчима и пойти со всем этим в полицию. Итак, пока отчим был в гараже, я проскользнула в его кабинет. Я обыскала все полки и ящики и, наконец, нашла ноутбук, но было уже слишком поздно. Отчим вошел в кабинет и застукал меня. Мне ничего не оставалось, кроме как оттолкнуть его и выбежать из дома со всех... Да, да... 18-летняя девочка 19-летняя оттолкнула мужика, ну сколько ему, 45, наверное, и убежал. И он ее даже догнать не смог. Он упал. Ой, ты такая сильная. Ты так сильно накачала все руки, пока дрочила своим парням и ноги пока трахалась с ними. О, боже, я не могу сопротивляться. Убегай с моей собственностью. Пусть оторваться от него и я слышала только ругательство. Гадкая история про гадких людей. Тебя за спиной. И вот только персонаж в моем мерче, похожий на меня, только он, невинный и хороший человек в этой истории. Я пошла в полицию, показала маленькую камеру и ноутбук и все рассказала. Да, мне было неловко говорить с офицером о таких деликатных вещах, но это было необходимо. К сожалению, после проверки всех файлов они ничего не обнаружили. Поэтому все выглядело так, будто я просто наговариваю на отчима и мне пришлось вернуться домой ни с чем. Но пока меня не было, многое изменилось. Мои и мамины вещи были собраны и нас попросили покинуть дом. Да, мамин муж больше не хотел терпеть мое к нему отношение. Он собирался развестись с моей матерью и подать на меня в суд за кражу его ноутбука и клевету. Как бы то ни было, я была рада убраться из его дома, хоть это и создавало для меня некоторые трудности. Только вот мама не разделяла моего. Не, ну мужик фрик, то хорошо, что они расстались. Я не думаю, что у них что-нибудь хорошее получилось. Просто в один момент он своей жене бы сказал, мы сейчас пойдем на заправку и пойдем в мужской туалет. Ты будешь сидеть в кабинке, там будет дырка. В них будут просовываться члены, ты их обслуживай. Заработаем кучу денег. Но оказалось, что она грустила не из-за того, что потеряла богатого мужа. Она обеспокоилась за меня. Ведь именно отчим платил за мое обучение в колледже. А теперь у нас не было денег. И она не знала. Я не думаю, что обучение в колледже ей что-нибудь дало. Она сама сказала, я не знаю, что делать. Я гуляю с мальчиками, я приглашаю. Ой, как хорошо, что теперь дом большой. Побольше мальчиков могу приглашать. Про учебу ни слова не было. Что нам делать? Что? Куда? Официанткой пойдешь. Я не подумала об этом заранее. Но в тот момент... Ой, как иронично было бы, если бы она сама стала вот после всего этого вебкам-модели. Что мне предстоит уйти из колледжа и, возможно, до конца жизни работать официанткой. Начался довольно темный период моей жизни. Мы вернулись в нашу крошечную квартирку и потеряли надежду на счастливое будущее. Мои отношения с мамой ухудшились, потому что... Ну, я все испортила. Кроме того, маму расстроил тот факт, что ее дочь вела себя столь фривольно и встречалась с несколькими парнями одновременно. Но внезапно решение нашей проблемы само меня нашло. Один из моих парней прислал кучу злых сообщений, в которых оскорблял меня и обвинял в измене. Это рано или поздно должно было произойти. Я... Мне нечего сказать. Мне нечего сказать. Из видео, которое ему кто-то прислал. Видео было снято в моей комнате. На записи я... Ну, это уже... Это уже все. Это жесть. Все, ее слили. Конечно, это была очень неприятная ситуация. И я и не подозревала, что смогу так сильно... Я куколт или не куколт? Что делает моя рука? ...ранить чувства другого человека. Но это также означало, что записи все еще существовали. И отправить видео моему парню... Конечно, они существовали. Все, что попадает в интернет, остается в интернете навсегда. Да, это был мой бывший отчим. Ебать. Похоже, таким образом он хотел отомстить мне за то, что я украла его ноутбук. Но не просто так Конфуций говорил. Перед тем, как мстить, вырой две могилы. И где же ты читала о Конфуции, чтобы цитировать его? На упаковках от презерватива? Если тебе хватило ума ими пользоваться. Да, мне все-таки пригодилось мое образование. Ладно, простите, я отвлеклась. Все, что мне оставалось сделать, это найти анонима и наказать его. Я снова пошла в полицию, и теперь у меня были веские улики. Расследование не заняло много времени. Через пару недель на моего отчима завели дело. Он должен был знать, что вторжение в личную жизнь другого человека это не только аморально, но и противозаконно. Я думаю, он знал. Я думаю, он прекрасно знал. Я думаю, все все прекрасно понимают. Особенно, когда ты решаешь снимать на камеру интимные сцены. Так что я настроилась выжить из бывшего отчима все соки. Бля. Сюжет ей дает возможность показать себя с лучшей стороны. Но сценаристам похуй. Они хотят показать ее меркантильные блядь. Вот ее слили. Она находится в ужасной ситуации. Никому такую не пожелаю. И вместо того, чтобы переживать и пытаться удалить эти видео из интернета это невозможно. Ну, хотя бы как-то попытаться сохранить свою репутацию. Она говорит о том, что вытрясаю из него больше денежек. Поебать, что там в интернете. Все так знают, что шлюха ебаная. А вот денег мне никто не дает. Все бесплатно. А теперь будет много денег. Я поступлю в колледж и буду сосать декану. Я так сдам, у меня будет диплом. А так как он был очень богат, мы потребовали огромную компенсацию за моральный ущерб. И суд удовлетворил наши требования. Итак, теперь мы с мамой уверены в нашем будущем. Денег хватит на оплату моего обучения в колледже и еще много останется. Да и... Кроме того, эта история меня многому научила. Хоть учись, хоть не учись, что с тебя выйдет, непонятно. Тщательно подходить к отношениям с парнями. Я ненамеренно обидела одного из них и мне до сих пор... Нет, нет, ты троих обидела. За мой поступок. Она не понимает, что эти видео у всех теперь есть в городе. Хочу жить честно. Никаких измен, шантажа и скрытых камер. Только так можно иметь чистую совесть. Да, лучше бы ты любви к себе научилась, чтобы не о деньгах думать, а о собственном... Пиздец какой-то. Давайте посмотрим еще один выпуск. Несовершеннолетняя с пятью детьми. Жесть. Я Мария. Сейчас мне девятнадцать лет и у меня пятеро детей. Она тупо как кошка нарожала. Зараз или... Я их не рожала. Это дети моей мамы. Ааа, ну это... Это не считается. Надо было нарожать. Совершенно потеряла голову из-за любви. Поэтому мне пришлось очень быстро вырасти. Когда мне было десять лет, мама вышла замуж за Энтони. С ним в комплекте шли тройняшки. У всех персонажей в этом мультике давление высокое. У них у всех глаза на выкат. Знаете, как делают... Есть такие люди, у которых глаза могут прям вот так вот вылазить. Это все они. Их мать, к сожалению, умерла сразу после родов. Так что он растил их в течение семи лет в одиночестве. С тех пор моя жизнь серьезно изменилась. Мы переехали в большой дом в пригороде и у меня, наконец, появилась собственная комната с личной ванной. Но я совсем не чувствовала... И однажды я заметила, что в ней есть камера. Дело в том, что мне пришлось из единственного ребенка переквалифицироваться в старшую сестру. И это был настоящий кошмар. Помните историю о Питере Пенне, в которой было много непослушных мальчишек? Так вот, Рикки... Нет, я помню историю про Белоснежку и Семь гномов. Суфер, были такими же, как они... Ё-моё, ё-моё, так а в чём проблема? Просто дай им чуть-чуть времени, не приглядывая за ними, и из трёх мальчишек останется, скорее всего, один. Мальчики постоянно пытаются как-то покалечить себя. Вот просто то, что они сейчас делают, один суёт ножик в розетку, другой с ножницами играет, это вот всё то, чем я занимался в детстве. Я, конечно, не сувал ножик в розетку, но током меня било. Но я помню раз шесть, батарейка один раз взорвалась, там, знаете, с гаражей падала, вот такая вот херня. Много всего случалось, и кто-то из ребят как-то калечил себя, мне повезло, слава богу. Нет, у меня есть трещина в лучевой кости, но это вроде... А, нет, я ещё очень сильно падал на спину, с трёх метров, наверное, я почки отбил, не знаю, и всякое вот такое вот было. Так что, если вдруг вы мама или папа, или собираетесь ими стать, и у вас есть мальчик, я не знаю, пусть в бронежилете ходит или в очках. Хорошо, если он будет в очках, тогда у него точно до шестнадцати, до восемнадцати глаза будут, а после восемнадцати он уже их не потеряет. И, естественно, я стала их любимой мишенью. Они прятали всю мою обувь, так что на следующий день мне приходилось тратить целую вечность, чтобы обыскать каждый угол дома. Кстати, собачья конура и чердак были наиболее популярными местами, где я частенько находила свои вещи. Однажды я рано легла спать, но мальчишки не были согласны с этим решением. Между нашими комнатами была общая стена, и они стучали в нее несколько часов, не давая мне уснуть. Я до сих пор недоумеваю, как у меня не развился нервный тик после всего этого. Конечно, я постоянно жаловалась на это маме и просила ее поговорить с Энтони. Насколько она их старше? Обычно можно же запугать непослушного ребенка. Поругала бы их, там пальцем пригрозила, ремнем, я не знаю. Петарду бы взорвала у них в комнате, пока они спят. Детях в кастрюле. Похоже, с их хулиганскими выходками ничего не слушают. Ого, я всего лишь папа. Я ничего не могу с ними поделать, они меня не слушают. Казалось, что Энтони на моей стороне, потому что он часто их наказывал. Но это срабатывало лишь на короткий период времени, а потом они придумывали новый способ издеваться надо мной. Это что, живот? Это прикол. Когда однажды мама объявила, что беременна, а через несколько месяцев в нашем доме появилась еще одна пара близнец. Ну, от этого мужика явно не особо послушные дети родятся. И мама ждала от меня помощи. Она постоянно повторяла, что я больше не ребенок и что теперь я должна отвечать за свои действия и поведение. Не, мама, я не ребенок. Слушай, я, наверное, съеду. Да, я подкопила немножко на работу, выстроилась. Удачи тебе с пятью детьми. Я поехала. Ладшие братья и сестры видят во мне пример для подражания. Поэтому, когда мне исполнилось 14 лет, я становилась няней каждый раз, когда мама с Энтой не куда-то выходили. А происходило это довольно часто. Так что неудивительно, что меня делали ответственной за все, что разбивалось во время моей смены. Будь то окно в кухне или кали... нахуеть теперь. Вот будет Е18, пусть съезжает и никогда туда не возвращается. Ну и возвращается, но после 18 все, съехал, ты отдельный человек. Мне, конечно, очень жаль, что вы не можете воспитать пять детей. Но может не стоило заводить еще, когда у вас три непослушных. Надо было подумать. Не подумали? Хотелось без гандона, да? Ну вот теперь воспитывайте, воспитывайте. Не я же еблась с этим мужиком. Пойду учиться и работать, жить в своей маленькой квартирке. Но когда мне исполнилось 17 лет, я познакомилась с идеальным парнем. Дэйв. Дэйв работал доставщиком пиццы. И я начала замечать, что когда... Дэйв работает доставщиком пиццы. Он идеальный парень. У него всегда есть. Что похавать? ...пиццу, то привозил ее всегда он. И каждый раз, подходя к двери, он либо пытался флиртовать со мной, либо подмигивал мне. А, пицца немножко остыла, но я думаю, для такой горячей девушки, как вы, это не проблема. Какие еще он подкаты может делать? Я доставил пиццу очень быстро, но это единственное, что я делаю быстро. А, вот вы, когда съедите эту пиццу, вы заляпаете рот. Я бы тоже заляпал вам рот. Ой, это пицца острая. После нее хорошо проср... Ну и ладно, все. Все, уже не смешно. Открыл Энтони, но Дэйв не растерялся и спросил у него разрешения пригласить меня на свидание. Дэйв был старше меня и снимал квартиру вместе с другом, то есть жил отдельно от родителей. А меня уже тошнило от бардака, который устраивали дети. Более того, Дэйв понравился маме и Энтони, поэтому они не возражали, когда я оставалась у Дэйва на день или два. Все мы знаем из нашего большого опыта просмотра беременных в 16, что обычно это кончается незапланированной беременностью. Но после этого мне приходилось приглядывать за детьми, чтобы отработать те свободные дни, пока мама... Отработать свободный? Да ты же не раб! Ты не раб! Ну да, ты живешь, ты ешь их еду, они несут за тебя ответственность какую-то, они тебя обогревают, дают тебе кровь, да. В этом случае, конечно, нужно помогать. Но когда ты совершеннолетний, говорить о том, блин, я должен это, наработать, то есть сидеть с детьми, как бы, ну да, это работа, за которую они платят. Я вообще-то и живу отдельно, ну вот я хожу все еще. Куда-то уходили. Мы с Дэйвом встречались уже год и начали серьезно обсуждать наше совместное будущее. Я имею в виду свадьбу. Вы можете подумать, что выходить замуж мне было рано, но мы оба были влюблены друг в друга. Я была в восторге, когда рассказывала маме и Энтони о том, что Дэйв сделал мне предложение. Мама расплакалась от счастья и крепко обняла меня, и Энтони тоже. И я, наконец, подумала, что теперь смогу начать самостоятельную взрослую жизнь. Но никто и не подозревал, что через пару месяцев все изменится. Оказалось, что Энтони уже давно нашел себе другую женщину в интернете. Да, это какая-то... Зинаида Петровна 37. В тот момент мама узнала об этом, но она предпочла этого не замечать, думая, что это просто интрижка, которая скоро закончится. А, это... Но, видимо... Это ее муж, а не парень девочки. С настоящей любовью, по крайней мере, так считал Энтони. Потому что в итоге он собрал свои вещи и ушел от мамы. Боже, у меня это до сих пор в голове не укладывается. Он всегда был таким приличным мужчиной. Кто бы мог подумать, что он может оставить свою жену с пятью маленькими... Ну, алименты-то ему... С пятью детьми, бля... Алименты-то ему придется платить? Я не знаю. Суд, наверное, его обяжет. Это просто распрощаться со всем своим имуществом, учитывая, что у нее пять детей. Он слил трех своих? Так вообще можно? Это его дети. Они ей даже не родные. Он слил трех своих, сделал еще двух и съебал. Какая мразь. Да нужно было на него всех детей повесить. Конечно, я понимала, что маме очень тяжело пережить такое предательство. Но у меня тоже была своя личная жизнь. Поэтому я продолжила оставаться у Дэйва где-то пару раз в неделю. Но вскоре я заметила, что, возвращаясь домой, застаю там ужасный беспорядок. А дети... Дети – это счастье. Не смей ничего про них говорить. Дал бог зайку, даст и лужайку. Выглядят неопрятными. Ну, это скорее... Скорее они дом вашу в лужайку превратят. Мама постоянно спала. Просто ненормальное количество времени. И выглядела какой-то равнодушной. А у мамы депрессия? Казалось, что она не замечала беспорядка в доме до тех пор, пока я ей не сказала, что с ней что-то не так. Короче говоря, в какой-то момент... Как будто кадр из Масяни сейчас был. Соседи позвонили в социальную службу. И к нам приехали инспекторы, чтобы проверить, в каких условиях живут мои братья и сестры. Слава богу, мы с Дэйвом уже успели убраться в доме. Эх, ну, минус пять проблем было бы. Ужин для детей перед их приходом. Иначе, увидев всю эту грязь и беспорядок, они бы точно забрали у нас детей. Я понимала, что они могут вернуться в любую минуту, поэтому мне пришлось взять полную ответственность за детей на себя. Мне было невероятно тяжело заботиться обо всех, пока мама погружалась в пучину своих страданий. Мы ссорились с ней ежедневно. Обычно я обвиняла ее в том, что она не имеет права так себя вести, когда у нее так много детей. Такая она простая. Да, вот... А что в этой ситуации делать? Что в этой ситуации делать? Вообще непонятно. Она всегда отвечала, что не все дети ее. Однажды она даже предложила отдать тройняшек на усыновление. Почему нет? Потому что они были не нужны даже их собственному отцу. Это... Это... Это грустно, но... А ее ситуация не грустная. Просто мужик такой интересный. Нагулял трех пиздюков, слил их и поехал дальше. Класс. Класс. Той ночью я расплакалась от усталости. Каждый день мне хотелось сдаться, потому что я никак не могла вытащить маму из ее эмоциональной ямы. При этом Энтони только платил алименты. Никаких визитов, звонков или встреч на выходных. Кстати, дети начали вести себя прилично. Они без вопросов подчинялись всем моим требованиям. Ну, наверное, поняли. Может, они слышали о разговоре, о том, что их отдадут в детдом. Ну, вообще, не, они выросли, просто стали адекватными. Все, прошел этот период. Уже они перестали меня разыгрывать. Правда, и смеяться тоже перестали. У меня сердце сжималось от жалости к ним и к себе, потому что мне буквально пришлось заменить им родителей. Постепенно моя личная жизнь сошла на нет. Вначале Дэйв понимал меня, но потом он начал говорить, что не готов заботиться о пятерых детях и моей матери, которая явно сошла с ума. И мне ничего не оставалось, как порвать с ним. Знаете, когда я укладывала детей спать, и они обнимали меня своими маленькими ручками и говорили, что я лучшая сестра на свете, разве я могла их оставить? Детки, это счастье. Вот и будешь до старости с чужими детьми сидеть. Однажды у меня случился нервный срыв. Мамина двоюродная сестра позвонила нам, чтобы узнать, как у нас дела. Она была уже пожилой женщиной, жила во Флориде, и каждое Рождество отправляла нам замечательные подарки. И так как она была маминой единственной родственницей, она, конечно, знала, что Энтони ушел от нас. Она начала говорить, как ей жаль мою маму. И тут я не выдержала и разрыдалась. Я рассказала ей о том, как мне тяжело и в какой депрессии пребывает моя мать. На следующий день тетя Рози появилась на нашем... Я не знаю, как в других странах, но вроде как в России бабушки с удовольствием сидят с детьми. У них нет выбора. Им очень скучно, и они недостаточно сильные, чтобы сопротивляться тому, чтобы с ними внуков оставляли. Просто как бы все очень быстро делается. О, привет, привет, мам, я тут тебе внуков привезла. А, что происходит? А внуки уже на ней скачут, там где-то на люстре качаются. Один трубу сломал, третий газ включил. А дочки нет уже. Нет слов, чтобы описать, как я была ей благодарна. Она приехала, чтобы мне помочь, если я была готова принять ее помощь. Она убедила маму, что ей нужно пройти психиатрическое лечение. Так что мы отправили ее в клинику на несколько месяцев. А так как у меня не было никакой возможности поступить в колледж, я пошла работать. Я уже вела несколько аккаунтов в Инстаграме за деньги, а благодаря тетиной помощи смогла взять на себя еще больше проектов. Однажды я пошла на встречу с моим... Она это... Гивэ делает. Как называется? Гивэвэ, да. ...новым клиентом. Лукас оказался приятным мужчиной примерно 40 лет, и у него были очень добрые глаза. С первой нашей... 40 лет! ...чья почувствовала, что нравлюсь ему. Чего? Что-то разница в 27... Ну сколько? 23 года? Сколько я? 17? Он точно был не в моем вкусе, и к тому же был слишком взрослым. Он брал меня с собой на различные мероприятия, конечно, по работе, и дарил мне разные подарки, отзывы о которых... Тоже по работе. И спали вы тоже по работе, наверное. ...на его странице в Инстаграме. Но я заметила, что он постоянно пытался коснуться моей руки или обнять меня за плечи. И от этого мне было очень неловко. Я помню, однажды мне было особенно плохо. Мамин врач сообщил, что она должна еще задержаться в клинике, что означало дополнительные расходы... У вас же мама ебнутая! Нужно очень много денег. На этом все. ...семьи. Тройняшки нахулиганили в школе, и учительница позвонила тете Розе, что очень ее расстроило. У нее подскочило давление, а я была сильно загружена на работе. И в этот момент мне начал писать Лукас, спрашивая, как у меня дела. Наверное, эти сообщения стали для меня последней каплей. Я рассказала ему все о своей больной матери, о толпе детей, о которых мне приходилось... Душная какая-то история. Такое чувство, что она никогда не кончится. ...их трудностях. С тех пор он начал нам помогать. Например, как-то вечером... О, может, он на маму ее западет. ...чучу пакетов с продуктами без какой-либо записки. Но я тут же поняла, что они были от Лукаса. Мне было неудобно, но я не могла рассказать о нем тете Розе. Наверное, мне было стыдно. Но я также чувствовала, что мне нужно как-то отплатить за его помощь. Поэтому мы начали встречаться. Это вообще неправильно. Она будет спать с ним за еду, что ли? Было нетрудно, особенно с учетом того, что он не был женат и был готов принять меня со всеми моими трудностями. Но я не испытывала к нему любви. Для меня это... Они мать так и рисуют. Так, я нормально. Просто никакого уважения. ...которую мне просто нужно было выполнять. Недавно Лукас сказал, что хочет познакомиться с моей семьей. Я ответила, что мне нужно подумать. А что вы думаете об этом? Я думаю, это гнусная, грустная, душная история. А на этом все. С вами был Юлик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск Это жизнь. На этом все. Всем пока.